В Лондоне! До яйца! До 3-6 месяцев. До 6 месяцев. I've developed mild symptoms. Вторую неделю уже без школы. Работаем из дома. В Лондоне мы привыкаем к карантину. Выходить из дома все еще разрешено в ограниченных целях. Можно ходить за продуктами или ездить на работу. Еще можно заниматься спортом или гулять раз в день. Так что пока это все более-менее терпимо. Но чувствуется, что терпение это не вечное. Сегодня я впервые за неделю буду работать в офисе. Это довольно странное чувство, что я вообще еду на работу. А как вы видите, автобусы пустые. Улицы тоже. 9.30 утра. И обычно Оксфельцеркс вот здесь. Это самое причемленное место Лондона. Привет, Чаня. Один? Я решил посмотреть на всякие отделения. Обычно там сидит один человек или максимум три человека. А вот посмотрел на отделения разработчиков в пибисичных приложениях. Пустота. Пустота. для коронавируса. Кларенц Хаус говорит, что принц Чарльз страдает милые симптомы. Его последний объект был на 12 марта. Чарльза, конечно, это очень большая новость. Ему 71 год, он первый в очереди на Британский престол. И, конечно, сразу возник вопрос, виделся ли он последнее время с королевой, ей 93 года, или же с принцем Филиппом. Ему вообще 98 лет. Оказывается, виделся почти две недели назад, то есть теоретически мог их обоих заразить. С сегодняшнего дня полицейские могут выписывать штрафы, если ты куда-то идёшь или едешь без весной причины, или если люди собрались больше, чем по двое. Штраф 60 фунтов, но если дело дойдёт до суда, то это может быть до 1000 фунтов. Но кое-где они уже начали разгонять вечеринки и шашлыки. И в некоторых местах они стыдят людей за то, что специально куда-то поехали, чтобы поразмять ноги. Мол, это не архиважная причина куда-то ехать. Люди вышли похлопать в знак благодарности медработникам. Это было довольно эмоционально. И правда, эти медсестры и врачи, которые находятся сейчас на передовой, это просто герои. И грустно услышать в новостях, что кое-где им не хватает защитного оборудования. Правда, власти говорят, что ситуация сейчас улучшается. Я создавал сильные симптомы коронавируса, это значит, температура и перспективный болезнь. И по советам главного медицинского офиса, я взял тест, который вышел позитивным. Так что я работаю от дома, я себя изолирую. Я только что пошел за покупками, и вот в очередь у супермаркета они ограничивают количество людей, которые могут находиться одновременно внутри помещения. Но я сразу узнал, что некоторые товары начинают возвращаться уже на полки. Например, там яйца. Яйца впервые появились за некоторое время. Первые выходные под карантином. Я уже делал какие-то упражнения. YouTube-тренировки очень легко найти онлайн. Естественно, я смотрю сериалы, и я стал больше готовить с нуля. Но я тоже заметил, что четкая грань между домом и работой испаряется. И я могу очень легко открывать комп и заниматься какими-то там рабочими мелочами. Еще я общаюсь с друзьями по видеочатам. Том, вылезай, пожалуйста. Том! У некоторых из них дети. Мне интересно, каково им, когда школа закрыта? Вторую неделю уже без школы, работаем из дома. Но ничего вроде не получается, получается новый ритм. А что вообще ожидается от тебя как от мамы и учительницы? Наша школа, она каждую неделю выкладывает что-то на сайт, чтобы мы дома следовали программе школьной. И очень много всяких образовательных сайтов, и выложили бесплатные ресурсы сейчас в интернет. Разные блогеры в YouTube тоже устраивают лайвы образовательные для детей. То есть, если этому всему следовать, то детей, в принципе, можно по расписанию увлечь. В 9 утра они делают зарядку с одним человеком, потом в 10 утра они делают математику с таким-то человеком в YouTube. То есть, много всего бесплатного, это очень помогает. Есть всякие онлайн-инициативы, которые люди подхватывают и поднимают друг другу настроение. Да, мы тоже вот услышали песню про печеную картошку. Это песня про то, что печеная картошка советует людям, дает им полезные советы, как оставаться в безопасности в эти трудные времена. Поехали! 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 они могут ужесточить вот все эти меры до строжайшего карантина еще только что сообщили что вполне возможно что 20 тысяч жителей британии умрут из-за этого вируса и это если план по предотвращению сработает и напоминает конечно что все это может коснуться родственников друзей любого человека в лондоне мы уже не неделю как под карантином и сегодня к нам присоединились москвичи держитесь хотя кажется что у вас карантин чуть строже чем у нас говорят у нас скоро появятся какие-то тесты которые смогут определить болели ли вы вирусом пусть даже без симптомов но почему-то этих тестов нет для обычных людей проверяют или тех кто попал в больницу в серьезном состоянии или за 150 200 300 даже 400 фунтов в частной клинике a critical constraint on the ability to rapidly increase testing capacity is the availability of the chemical reagents which are necessary in the testing что происходит то раньше они говорили что будут тестировать 25 тысяч человек в день а пока получается намного меньше и очень хочется пройти этот тест чтобы мы могли вернуться к обычной нормальной жизни и очень хочется чтобы это было меньше чем через полгода но 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 что ну